После выступления Шахназарова на ток-шоу у Соловьёва, Союз Армян России написали ему письмо, в котором выразили своё неудовольствие выступлением Шахназарова. Вот некоторые выдержки из письма. Пожалуйста, не ходите больше на политические ток-шоу к Соловьёву. Выступаю у Соловьёва, восхваляя и подписываясь под литературно выверенными и продуманными словами азербайджанского писателя Чингиза Абдулаева. Вы сказали, что у писателей и режиссёров нет отчества. Про Абдулаева в этом плане сказать ничего не можем. Но вот у вас оно как раз есть. И оно достойно упоминания. Что-то нам подсказывает, что ваш покойный отец, Георгий Хасроевич, не удивился бы вашему такому единодушию с писателем Абдулаевым, пытающегося представить оккупантами армян. В число этих оккупантов, кстати, попадают и ваши предки, карабахские мелики, рассказывая о которых близкий к вашему батюшке человек Салмин, разделявший с ним кабинет в Горбачёв фонде. В своих мемуарах писал так «Я не раз слышал от карабахцев, что Шахназаровы дважды продали Арцах первый раз в XVIII веке, а второй — в конце XX». «Вы, господин Шахназаров, так демонстративно делясь с телеэкрана своим неверием в диаспору, в силу и потенциал армян, а вместо этого, солидаризируясь с лицедействующим азербайджанским писателем, в третий раз пытаетесь продать Арцах». Представляем себе негодование диаспоры армян России на интервью, которое дал Шахназаров в эфире российского телеканала День ТВ. Я вам хотел бы задать вопрос, я думаю, неизбежно, на любой передаче, куда вы приходите сейчас, вам задается, мне так кажется, по крайней мере. Ваш взгляд на ситуацию в Карабахе? Могу тот же ответ дать, который на любой передаче все говорят. Сложная ситуация, очень сложная. Но это не совсем ответ, потому что хотелось бы узнать Ваш прогноз на развитие событий. Ну, вы знаете, я получил весьма много негативных откликов на свои прогнозы от части армянской общественности. Именно, видимо, в силу того, что, да, я по отцу, мой отец карабахский армянинный, не просто, так сказать, а, кстати, такой старинный род. Но он старинный карабахский российский род, потому что, собственно, с начала 19 века, когда Карабах был включен в состав Российской империи, уже наш род. Во всяком случае, у нас документы, которые хранятся по линии старшего отца, старшего сына, и передаются, которые как бы... То есть у нас прямая, Шахназаровых много. Ну, я-то говорил об очень простых вещах. Я считаю, что необходимо признать, что есть проблема территориальной целостности Азербайджана. Это и есть эта проблема. И это надо признать. И надо признать с другой стороны, что есть проблема выживания армянского населения Карабаха, и его безопасности, и развития на этих территориях, которые исторически тоже, как говорится, как бы это ни оспаривалось, они действительно там проживало карабахское армянское население, которое, на мой взгляд, в значительной степени есть такой субэтнос. То есть это армяне, но это такая очень специфическая часть армянского народа, выросшая вот в Карабахе, который, кстати, никогда не был частью Армении, входил в состав Персии, потом Российской империи. И вот надо признать эти две проблемы и находить какой-то компромисс. Но, видимо, это вызвало очень большое негативное, мне там что только не писали, но я продолжаю думать, что это так, и думаю, что это надо было, в общем, армянской стороне делать раньше еще, до того, как началась эта последняя война. И тут я недавно увидел интервью, кстати, господина Тарпетросяна, первого президента Армении, год назад он дал его в BBC. И очень любопытно, видимо, часть армянской общественности мимо Невея это прошло, видимо, BBC можно говорить какие-то вещи, которые не говорятся публично, потому что там он, собственно, говорил примерно то же самое, что в 1997 году было практически заключено, почти готово соглашение, по которому Карабах передавал семь территорий, которые такие азербайджанские, которые как бы зона безопасности, и некий статус, как он выразился, был предусмотрен для армянской части с затягиванием этого на какое-то время. То есть, видимо, все-таки этот статус тоже устраивал азербайджанцев. Но вроде это не, как господин Тарпетросян сообщил, не состоялось, потому что карабахское руководство армянское было против. Короче, видимо, эти компромиссы обсуждались, но мне кажется, что, в общем, некая иллюзия, что это может продолжаться бесконечно, оно, как говорится, подвело в этом смысле руководство Армении. Это было очевидно, что рано или поздно азербайджанцы, обладая, конечно, и более возможностями финансовыми, и, так сказать, и, конечно, Турция, понятно, на их стороне, и плюс к этому сложное положение Армении, поскольку Армения практически блокирована. С одной стороны Турция, с другой Азербайджан, с третьей Грузия, как выяснилось, весьма недружественно. Четвертый ранг, который вроде бы более-менее дружественен, но никогда не знаешь, как он будет реагировать в дальнейшем. Поэтому я придерживаюсь того мнения, что, конечно, Армении надо, в общем, искать возможность какого-то компромисса, который позволит все-таки сохранить армянское население в этих районах. Продолжение следует...